Глава тридцать вторая Елеуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елеуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елеуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал, — Я молод летами, а вы старцы, поэтому я рабел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости, но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его. Не скажите, мы нашли мудрость, Бог опровергнет его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я. Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой. Субтитры сделал DimaTorzok